грибники я вас приветствую нахожусь лесах подмосковья юго-запад направления месяца апрель что могу сказать грибной сезон 2023 считаю открытым грибы пошли первая находка строчок гигантский конечно еще не гигантского размера но смотрите уже полноценный гриб который можно взять что мы сейчас и сделаем мой первый гриб этого года строчок нормально хороший экземплярчик плодовое тело а какой же какое наслаждение подышать этим грибом это просто кайф я долго этого ждал момента очень долго у меня новая корзиночка здесь еще один небольшой экземпляр но я скорее всего оставлю так ну значит грибы есть значит можно уже смело идти в лес за грибами так где я сейчас нахожусь это опушка леса и идет у нас назовем так линия лэп долю леса вот сейчас долине этой лэп я пойду здесь у нас лес уже хорошо прогревается снег полностью растаял хотя внутри глубине леса снег еще лежит даже местами где-то может быть практически по колено в том году я уже сюда приходил вообще сезон грибной открываю в этом месте смотрите здесь солнечная сторона если прогревается и поэтому грибочки сразу появляются еще одно очень грибное место здесь сейчас можно собирать строчки гигантские это вырубка прогреваемое место снег самый первый здесь растаивает прогревается очень хорошо и результат есть хотя половину уже я прошел этой вырубки да кстати встретил не знаю грибника или кого но кто-то здесь по лесу ходит так практически рядом со мной был уже может быть чтобы собирается и он сейчас бы первый вышел на эту полянку ну смотрите маленький и вот и теперь думаю забирать их или вот сейчас есть грибник который рядом ходит эти грибы заберет и я думаю что наверно надо забирать если грибы пойдут массово хорошо то любовь всем хватит а сейчас хотя бы хочется на вилочку можно же насадить и да можно что заберем их очень хочется пожарить первые грибы покушать так три небольших но грибочки так и здесь опять уже поинтересно пополняем корзиночку смотрите хороший экземплярчик более серьезный такой не так много конечно грибов наверное я сейчас а первую грибочку минут пять-семь погулял чтобы найти вот эту еще полянку . гигантских это уже полноценный хороший гриб друзья поймите меня мне хочется дышать этими грибами это практически сколько наверно сезон мы закрыли наверное октябре в конце октября наверное сколько времени прошло до первых лесных грибов так ну ладно надо хорошенько еще исследовать это место поваленная березка я не очень любят расти грибы и смотрим строчки так еще трава очень высокая она парите здесь вообще просто тяжело найти там просто надо коленках будет чтобы что-то найти еще раз потихонечку пройдем посмотрим ну вроде бы тишина так путешествуем дальше а в лесу благодать друзья тишина птицы поют лес потихоньку просыпается мать и мачеха уже потихонечку цветет цветочки красота да ну небольших маленькие такие строчки а вы нашли что нашли что маленький только появляется вот и грибничок один еще ходит так конкуренция есть грибов еще мало только только начинается я думаю что через недельку на следующие выходные конечно будет просто замечательно уже результативно будет намного бабочки летают уже ну ладно по крайней мере лучше он ничего не нашел я нашел так сейчас немного релакса природы с ней знаете какой здесь улицу нас ручей речка небольшая все тает как ну и куда же без мусора все сдач несет ванна путешествия дальше пойдемте наверно все равно линии лэп там походим посмотрим снежок все равно лежит смотрите получается с правой стороны солнечная сторона и вот здесь я сейчас двигаюсь и смотрю строчки гигантские мужичок еще один встретился четыре канистры тащил скорее всего березового сока здесь дачи недалеко находится раньше было поле лет так 57 назад счастью коттеджами достроили здесь теперь очень и очень много народу мая тут вообще будет а не знаю больше грибников будет чем битва битва будет за грибы просто битва ну и плюс само собой лес грязней грязней становится ну ладно подышим воздухом свежим птиц послушаем результатом не конечно пять маленьких строчков хочется еще немного найти сейчас попробуем сарка цифку посмотреть здесь заброшенный вот сейчас начнется заброшенный пионерлагерь и там очень много сарка цифра растет я думаю жаркую мы сейчас насобираем а вот и первое сарка цифра попалась яркий красный грибочек обычно этот гриб я первый нахожу в этом году я первый нашел строчок берем гриб который растет на веточке если мы копнем вот так вот веточка и вот он сарка цифра растет красивый гриб правда невкусный мы как искусны безвкусный такой прорезиненный назовем так но когда мы готовим какой-то блюдо он такой же красный остается так что это просто замечательное дополнение какому блюду этот грибочек вам сейчас я чищу в корзину брошу чтобы не стачкать так это у нас начинается заброшенный пионерлагерь даже смотрите столб еще с тех времен советского союза стоит здание она не разрушены так его прям когда заходим смотрите сразу начинаются грибы расти каждый год и сюда прихожу их тут очень и много но сейчас я могу сказать я понял надо хотя бы наверно через тяжело достать веточках растут хотя бы надо не через пять за грибами эти будет конечно тогда шикардос очень будет их много ага вот смотрите какую большая сарка цифра растет не 5 подождать но грубо говоря на следующей неделе можно смело идти за грибами и собирать пачки уже я думаю сарка сыплу сарка сыплу сейчас можно конечно собирать на самое мало еще только начинает все появляться лес только оживает по крайней мере подмосковье у нас здесь нашем районе до сюда приходил просто и было немерено все усеяно все усеяно сейчас их маловато уж конечно ножом наверное но искать веточку не срезать а вот они красненькие и такие же вот останутся когда приготовим блюдо буду сейчас сейчас жарится очки до этих 5 маленьких строчков буду жарить и положил сарка сыплу вот они но ничего марады марады это они появляются конечно все вы пришел сюда попозже просто красное одеяло бы красное одеяло было бы ой 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 смотрите сколько с этой стороны много давайте полюбуемся сначала мы полюбуемся здесь наверно раз два три 4 5 6 7 8 штучек 8 штучек и вот они все на веточку здесь очень много веточек нет они смотрите подымаю ветку и сколько на ней находится грибов так что если нашли сарка сыплу лучше найти веточку поднять и мы сразу видим много грибов потому что мы могли их не видеть так как они были в траве в листве и так далее давайте попробуем вот эту веточку поднять если получится получится здесь получается вообще эти растут на одной веточке эти грибы на другой веточки растут ладно потихонечку сейчас забираю сорву наверно штучек там 20 для украшения стола и буду путешествовать дальше кстати сейчас вам покажу печальную историю она находится здесь раньше валялись памятники пионеров вот что осталось только одна нога с туловищем и здесь у нас какая-то часть наверно туловище я как понимаю наверно это дачники уперли на дачу как-то подъехали и все это увезли вот а так здесь вот была девочка здесь пионер мальчик пионер был всю нет утащили удают а я все ходил мечтал себе увести уже утащили давайте подойдем посмотрим что осталось то здесь еще одна часть да а это наверное тоже какая-то часть что-то ноги наверно были ли руки не знаю это все что осталось еще кстати вот валяется часть скульптуры но пионеры это были были пионеры в хорошем котором состоянии и здесь два наверно было их увезли не знаю исчезли в том году были обычно каждый год сюда захожу в этом году их нету вот кино вот кино о народ все тащит скорее всего здесь может быть они жили одно здание здесь у нас труба вот идет или котельная было скорее всего она путешествием дальше немного грибов сам нашел сейчас еще погуляю по опушке леса посмотрим снежочек еще решит местами вот прям смотрите какой на земля хороший на квадроциклы здесь катаются часто мне кажется скорее всего зацепили квадроцикл и увезли волоком и смотрите как интересно береза растет на трансформаторе лет наверное так уже 40 чем-то прошло как пионер лагеря нет где-то конец войны 80-х годов всего это развалили вот эти деревья они все высажены так если посмотреть они растут в ряд я не знаю что это за дерево может быть тополя липы и здесь есть ловушка так если мы думаете здесь есть открытый люк это я в том году деревья накидал чтобы не провалился это наверное глубина так метров три примерно так деревья перетащу можно можно переломаться сюда упасть так что не такой по массиве взять это перетащим сюда не шутки все хрупкое конечно все уже здесь сгнило что-то посерьезнее конечно перетащить так вот это вот еженькая деревься как бы не его сейчас наверное ножом обрежем все сгнили они этот нормально вот сюда да там метра три просто ловушка животные могут туда вот так вот но уже посерьезней на деревья здесь высажена смотрите вот сколько деревьев лет вот столько лет и наверное этому заброшенному лагеря вот они ровненько прям рядами идут смотреть здесь рядами идут сейчас мы достанем и может быть увидим грибы которые не видели за листой нет только вот эти красивые сарка сывки так ладно корзиночку здесь еще тут на словах смотрите мох просто красота друзья просто красота забираю красивый гриб первые весенние грибы строчки гигантские и так как ты так где-то еще видел ладно путешествуем дальше по лесу ну здесь точнее это пионерлагерь заброшенный пока я хожу а лес вот он с с правой стороны где вот елки ель это все лес идет в глубине леса с грибами тишина полная все-таки наверно подождать еще недельку примерно надо и будет в любом плане намного интересней здесь снег он еще лежит здесь растаял местами попадается по колено был вообще зашел снег было а так благодать благодать природа желает потихонечку зеленая становится все местами здесь ель не хотел сарка сумма шаровидной посмотреть но нету говорят она растет 1 8 9 в 1 8 10 лет возможно в этом году ее и не будет или будет мало но сейчас надо еще учесть что закон вступает скорую силу что за сбор краснокнижных грибов от 6 до 9 лет будут наказывать я конечно в шоке над над на это этим всем и даже не знаю как и сказать моем понятие гриб это плодовое тело дерево плод моего вот он полетел гриб это плодовое тело этот здесь растет примерно гриб мы его сорвали а сам ствол это грибница который дает это плодовое тело если мы перекопаем взять лопату экскаватор вырубаем леса то грибы там расти не будут мы испортим грибницу но никак не гриб гриб это никак не влияет я лично так понимаю и такое наказание 6 от 6 до 9 лет там штрафы и там по миллиону но это не знаю и ладно там идет у нас убийство животных которые занесены красную книгу вопросов нету но за грибы ладно бы еще раз говорю грибницу ты пришел с умыслом и перекопал грибницу то я понимаю но сбор грибов даже краснокнижного ладно бы там сделали штраф но не такие же штрафы я лично этого не понимаю за что зачем для чего пишите в комментариях то что об этом думаю вышел на лесную дорогу и направляясь сторону пушки леса впереди уже удачи видны давайте покажу свой грибной результат скромно но это первые весенние грибы 2023 срочки гигантские пошли только пошли и саркоцифа саркоцифа красненькие грибочки я думаю давайте заключение сделаю вот такое что за грибами надо идти примерно через неделю и будет все окей я думаю что грибы через недельку вопрос уже так массово сейчас каждый днем все теплее теплее снег в лесу потихоньку тает уже его меньше и меньше да и вообще природа здесь оживает только начинает оживать так что если в лес эти за грибами то через недельку может быть чуть-чуть пораньше но я в любом случае наверное денька через три-четыре не удержу бегу в лес может быть даже раньше может быть другой лес хожу но просто в этот лес я всегда хожу собирать первые весенние грибы строчки саркоцифа всегда здесь я нахожу ну что друзья если кому понравилось мое видео поддержите пальчик пальчиком вверх будет очень приятно подписывайтесь на канал то не подписаны и оставляйте комментарии пишите все комментарии читаем о господи родить даже елки-палки в том году этого не было сейчас подойдем они даже здесь уже забор поставили елки-палки а здесь уже даже чья-то дача вот как они начали строить примерно лет лет пять назад дачи на этом поле и вот они даже уже в лес забрались на забор дом прямо в лесу находится конечно круто кому-то здесь будет но это был раньше лес территория леса теперь дачи дачи я не знаю я скоро куда вот за грибами сейчас находить я просто не знаю я сегодня у грибника уже встретил хотя в апреле никогда грибников не встречал вот никогда не встречал ну начале апреля грубо и середине апреля это не знаю первый раз наверно встретил ладно там мужика с канистрами 4 канистры воды прощил она березовый высок собирах ночью вот смотрите поле тут наверное домов может быть 300 наверное вот сейчас примерно начнется сезон дачные все приедут в мая возьмут корзинки подобие грибами здесь это поле 300 примерно домов соседнее поле там тоже с другой стороны леса тоже 200 300 домов но посмотрите раньше здесь за этим полем где сейчас дома была деревня одна деревня всего домов на 25 наверное где-то было а я деревенский это мои леса и поэтому я не знаю где теперь уже грибы начинать собирать ну она немного позитив вот он позитив в корзине корзиночку то я красиво купил симпатичная специально для весенних грибов взял такая небольшая на я думаю что через неделю через две я вам покажу уже полную корзину весенний грибов это точно вам покажу обещаю ладно друзья до встречи в лесу пока но а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok